Ультраправые националисты, враги свободы слова, гомофобы, угроза для всей Европы. Как только не называют мировые СМИ политиков из эстонской партии ЭКРЭ. Ее лидер Март Хельме с обвинениями не согласен. Говорит, так пресса штурмует политиков, неугодных официальной Москве и официальному Брюсселю. И примеров таких нападок в мире хватает. Мы, конечно, различаемся. Мы очень откровенны, пользуем довольно острыми высказаниями. Но смотрите, что делалось и что делается с Дональдом Трампом. То он расист, то он фашист, то он ксенофоб, то он занимался неприлично с женщинами. Но это же все ерунда, это же чушь, это политическая клевета. Вот я могу сказать, что такую же политическую клевету пользуют, чтобы бороться и с нами. Западные СМИ удивлены, мол, все ждали от националистов из ЭКРЭ нападок на эстонских русских, а вместо этого они стали критиковать Евросоюз. Март Хельме и не скрывает, конфликт Эстонии с ЕС неизбежен, и его партия уже в центре этого конфликта. Просто они говорят вслух то, о чем якобы многие в Эстонии думают, но боятся сказать. Мы являемся евроскептиками, мы не против Европейского Союза. Мы против того, что Европейский Союз постепенно хочет становиться империей, федеральным государством стать. Мы не хотим, чтобы в Эстонии была какая-то провинция в Евросоюзе. Что касается Россия и Европейского Союза, что они оба критикуют нашу партию, то здесь их интересы совпадают. Оба хотят строить империю. Эксперты говорят, то, что национал-радикалы получили в эстонском парламенте 19 мест из 101 – это нормально. Ненормально то, что давний премьер-министр Юрий Ратас за центристскую партию, которого голосовали и эстонские русские, ради сохранения своего поста и в новом правительстве, сформировал коалицию с националистами. После этого рейтинги в партии рухнули, но дело сделано. Экре вписывается в такое общеевропейское движение и тенденцию таких ультраправых партий, как Ле Пен во Франции или Сальвини в Италии. Но это все-таки несравнимо. Я думаю, что в эстонском обществе нет таких ультраправых взглядов. Эта поддержка не исходит из каких-то нацистских взглядов или противостояний к сексуальным меньшинствам и так далее. Но это просто люди, которые хотели высказать свой протест к нынешнему эстаблишменту. По итогам недавних парламентских выборов в Эстонии победила партия «Реформ» – 34 места. И премьером по логике должна была стать лидер реформистов Кая Каллас. Но в большой политике мало логики. Я думаю, что это наносит большой вред Эстонии. Мы маленькая страна с открытой экономикой. Наша безопасность зависит от наших союзников – Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Экономика напрямую связана и с международными инвесторами и компаниями, которые что-то экспортируют в нашу страну. Все российские, ксенофобские, гомофобские высказывания членов этой партии серьезно портят репутацию Эстонии. Мы уже видим по некоторым признакам, насколько сильно это влияет на нашу экономику. Не все наши партнеры НАТО – белые европейцы. И тогда в словах министра мы слышим шовинистские нотки, антисемитские и российские высказывания. Это лишь демонстрирует нашим союзникам, что мы не разделяем с ними общих ценностей. Для нас это очень опасно. О том, что приход партии Экрек к власти в Эстонии может угрожать ее внешнеполитическому курсу, недавно намекнула и президент страны. При этом Керти Кальюлайт старается сохранять нейтралитет и напрямую в противостояние с национал-радикалами не вступ. Многие утверждения членов подобных партий зачастую женоненавистнические, не совсем демократические, иногда идущие вразрез с основными и естественными правами человека. Это определенные отметки, которые мне очень не нравится видеть в политической жизни, но они там есть. Я надеюсь, что это пройдет. Но это пройдет только если у нас будет демократия, сильное законодательство и открытые дискуссии. Партия реформ Кайкалас на днях в Риге-Когу, в парламенте Эстонии, попыталась свергнуть своего главного оппонента Марта Хельме с поста министра МВД. 46 голосов за, но большинство парламентариев против. Хельме остается, а вместе с ним остается главный вопрос. Какой в будущем станет Эстония? Еще вчера символ европейского прогресса на постсоветском пространстве. Владислав Андреев, Артемий Фомин. Балтия. Неделя.